От ароматного кубанского чая до строительства крупных индустриальных парков. Разнообразие проектов, которые представляет Краснодарский край, наглядно демонстрируют его инвестиционные приоритеты. Будущее в регионе видят за диверсификацией экономики. Ставку делают не только на традиционные курорты и сельское хозяйство, но и на высокотехнологичное производство, машиностроение и перерабатывающую промышленность. Познакомиться с Кубанью поближе в торгово-промышленную палату. В Россию сегодня пришли не только отечественные, но и иностранные бизнесмены и сотрудники посольства из 20 стран мира. Мы выстроили четкую систему работы для улучшения делового климата, создаем комфортные, понятные и равные условия для всех инвесторов. Это сегодня приоритет, потому что, еще раз подчеркиваю, и не только инвестор, который приходит нам из-за пределов края, из-за рубежа, и внутренний наш инвестор, региональный инвестор, тоже должен чувствовать себя комфортно. Уверен, те, кто сегодня все-таки, коллеги, примут решение, я имею в виду, в первую очередь, об иностранных инвесторах, войти со своими инвестициями в Краснодарский край, они получат, в первую очередь, стратегическое преимущество на нашем внутреннем рынке страны и края по отношению к тем, кто все-таки продолжит думать над тем, все-таки заходить с инвестициями в Россию, в Краснодарский край или подождать. Я приглашаю вас, как партнеров, на самом деле, прийти в Краснодарский край и вместе с нами совершить этот рывок, рывок в будущее. Но еще раз подчеркиваю, этот рывок закладывается сегодня. Несмотря на то, что мы действительно все знаем, что такое и кто такой Краснодарский край, иногда каждый раз мы узнаем что-то новое, о том, что там сделано, о том, что там предполагается. По многим позициям Краснодарский край является законодателем мод. Законодательный мод в промышленности, в туризме, в туристическом кластере, в зонах отдыха, в виноделии теперь, в сельском хозяйстве. Много можно чего перечислять. То, что начиналось в Краснодарском крае, предпринимателями Краснодарского края, с участием, естественно, администрации, команды, которые сегодня работают. Сегодня в Краснодарском крае уже работают около 300 предприятий с иностранным капиталом. И это такие гиганты бизнеса, как Данон, КНАУ, Бандюэль Класс. Причем, несмотря на все санкционные войны, сами зарубежные предприниматели признаются, ничто не привлекает инвесторов, так как удачный опыт своих коллег. Мы работаем, как чешская организация, на российском рынке и выступаем в качестве европейского технического испытательного института. Действительно, Краснодарский край – это очень, так сказать, подходящая область России для вложения своих денег, для развития своего бизнеса. Но рассуждать о благоприятном инвестиционном климате можно бесконечно. Венимин Кондратьев озвучивает сухую статистику. В прошлом году объем вложений в экономику региона вырос на 6% и составил 484 миллиарда рублей. А предприниматели – это не те люди, которые раздают деньги без выгодных и комфортных для себя условий. Однако крупный бизнес не должен заслонять малый и средний – тех, кто формирует треть экономики Краснодарского края. Часть из них – это небольшие фермерские хозяйства. Проблему сбыта продукции Венимин Кондратьев обсудил с президентом торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Там разработали федеральный проект, который позволяет после оценки качества продавать фермерские продукты даже из самых маленьких станиц и хуторов в крупных торговых сетях. Конкуренция должна быть реальной, а не продиктованной интересами той иной торговой сети или теми менеджерами, которые определяют, вот утренний товар конкурентен или нет. Поэтому сегодня, конечно, учитывая определенную монополию федеральных торговых сетей, они определяют, что выставляют на полке, а что не выставляют. Вот здесь, может быть, оставим право выбора за покупателя. Тот, кто покупает эту продукцию, он должен покупать продукцию качественную. И поверьте, как регионы, которые производят молоко, по той цене, по которой сегодня есть молоко на прилавках федеральных сетей, но его невозможно просто произвести и назвать его качественным продуктом. Это даже не молоко, это напиток белого цвета. Это тоже правда. Но тем не менее, в основном на полках федеральных сетей, в первую очередь, такое молоко. И вот здесь торговые сети тоже должны чувствовать социальную ответственность, социальную ответственность перед покупателем за то, что они ему продают. Именно на это рассчитан наш проект. То есть мы с помощью всех инструментов и механизмов торгово-промышленной палаты будем и уже занимаемся этим, выращиваем региональных производителей. Мы делаем аудит региональных производителей. Мы учим, подсказываем и делаем все, чтобы именно они попадали на полки магазинов, сетей. Если уж кубанские предприниматели или производители получат агрозакачество, этот знак, то, на самом деле, будет иметь возможность попасть на полки, в том числе, в федеральных торговых сетей. У нас знак качества должен давать им не преимущество ни в коем случае, а возможность попасть на торговую полку. Возможности – то, о чем во время презентации экономического потенциала Кубани говорил практически каждый. Для бизнеса важно создавать условия и не мешать. В Краснодарском крае, например, уже упростили процедуры получения льгот. А для резидентов промышленных парков ввели особый налоговый режим. Кстати, о возможности сотрудничества с Кубани уже заговорили представители Италии и Гамбии. Александр Иванченко, Денис Перезинец, Москаленко, Кубань-24, Москва.